ВК-4502А И Маус Что же собой представляет данный тяжик? Мне, честно говоря, этот тяжик довольно-таки нравится Да, у него есть ряд его минусов, которые мы обсудим непосредственно в замесах Но и вы своими глазами их увидите А что мне действительно в нем всегда нравилось Так это его топовая пушка 8 уровня Катать будем танчик полностью в топе Он мне понравился, я оставил его в ангаре И, соответственно, открыл на нем полностью все Ну и плюс к тому, ребят, кто не смотрел мое видео Я в конце дам ссылочку По поводу того, как можно прокачать все три ветки одновременно С минимальными затратами времени, сил и нервов Итак, ребят, топовая пушка собой представляет 310 единиц урона на 8 уровне для тяжа Согласитесь, неплохо 215 единиц пробития Тоже нормально Время перезарядки в 8,3 секунды Согласитесь, тоже довольно неплохая циферка Насколько играбельно, это будем заценивать непосредственно в замесе Урон в минуту 2241 единица Очень даже неплохо, но не всегда реализуемо В зависимости от того, насколько хорошо вы заняли свою позицию в бою Разброс на 100 метров и время сведения по цифркам должны быть очень комфортными А насколько это так, посмотрим опять-таки непосредственно в самом бою Что же касается углов склонения Вверх 17 окей Вниз минус 6 Маловато, но в принципе играбельно И мне, честно говоря, всегда хватало Мне хватило для того, чтобы выкатать себе ВК-45-02Б Девяточку на пути к альфа-тапу Не будем больше обсуждать данный танчик Обсуждать особо нечего Броня есть, но не везде Сейчас посмотрим непосредственно в бою Погнали в замес Стоит отдать должное танчику за то, что вас будет в основном бросать к восьмеркам То есть к себе подобным К девяткам попадает не очень часто По крайней мере, на моем веку такие бои, безусловно, были Но девяток все-таки не было преобладающее большинство И чувствуешь ты себя на уровне вполне комфортно Итак, ребят, катаем в топе С топовым оборудованием полностью всем Топовый двигатель, топовые гусли Все на топе И экипаж в 100% Соответственно, на него распространяются дополнительные навыки экипажа Ну, в общем, короче Все, что можно на нем поставить и сделать У меня поставлено и сделано По подвижности, ребят Танчик, как для ТТшки Очень бодренький Очень хорошо едет Чувствует себя нормально Мансит вправо-влево просто-таки шикандосно Мне, честно говоря, он этим всегда нравился И я никогда к нему не имел претензий В конкретно данном вопросе Что касается Насколько того Ну, что касается насчет того Как быстро поворачивается орудие Орудие поворачивается довольно комфортно Бывают ТТшки, у которых Это время, оно немножко затянуто Да, то есть, ну, слишком долго поворачивается башня Ну и, соответственно, не сильно комфортно, соответственно, играть На этом же танчике отыгрывается очень даже-таки комфортно Что касается времени сведения Ну, вот время сведения и точность орудия Сейчас попробуем заценить Это я уже косанул Прыгал братка Хотя мог я его отправить в ангар Ну, бог с ним Поедем, поищем себе какую-нибудь другую жертву Сейчас перекочусь через мостик Может, вот этих вот товарищей как-то повыцеливаю Вот время сведения, да Хотелось бы, конечно, сказать Дайте чутка больше Потому что не всегда хватает Но в целом нормально По углам склонения Вот стоя на мосту Выцеливаю Попадаю Попадаю без полного сведения Да, без пробития Но, ребят, как-никак А пушечка попадает Перезарядка по времени Тоже довольно комфортная Ну, вот сейчас Безусловно, уже не хватит углов склонения Для того, чтобы Нанести урон Попробуем как-то сделать Вот так И, наверное, подкатимся Немножечко вниз Поможем нашему М41Д Принять Врагов По броне Ну, вот когда становишься ромбом Играется, безусловно, куда приятней Когда стоишь лбом Есть места, которые пробиваются Ну, а ваш урон Который вы закидываете Согласитесь, крайне приятен Подъехал товарищ Объект Ну, и в нижний бронелист Смотрите, мы выцеливаем И попадаем В ту точку В которую целились Это то, что я говорил Что пушечка мне всегда нравилась На данном танке Ну, как видите Выцеливать мягкие места Врагов Абсолютно не составляет Какого-то труда Я сейчас быкану Поеду на объекта И попытаюсь его Немножечко Попугать Дело в том, что у объекта Перезарядка довольно существенная По времени Соответственно, я буду выигрывать Как минимум По сочетанию Альфа и КД У объекта Однозначно Углы склонения У танчика Позволяют На вот такой вот Дистанции Выцеливать Нижние бронелисты Если вы будете Доворачиваться Немножко Ромбом Попадание Что же касается Выцеливать Нижний бронелист В такой проекции Ну, только увеличив В расстоянии вы сможете Это делать Поэтому приходится Немножечко Ромбовать Для того, чтобы Можно было Выцеливать нормально В целом же Машинка Довольно классная Я так понимаю Что мы сейчас Сольем по Времени Просто по захвату Хотя, согласитесь Бой был явно В нашу пользу Давайте теперь Быстренько По туше В боках Есть отверстие С морды Нас не пробивали Как вы видели Шли рикошеты Смотрим теперь На результативность Данного танчика 2780 единиц урона Да, мы никого Как бы в ангар Не отправили Но согласитесь 2800 за бой Довольно неплохо Нанесенного урона И в нашей команде Мы заняли Первое место По урону Причиной тому Является то Что мы Успеваем подъехать Туда куда надо У нас довольно Комфортное время Перезарядки У нас есть броня Если еще и Менсить Вообще красота Получается И у нас есть Просто офигенное По точности Орудие С очень хорошей Альфой Все вот эти Вот пункты Они В совокупности И дают вам Возможность Вывозить От двух с половиной До трех тысяч Урона Абсолютно Спокойно За бой Если вы грамотно Нормально Отыграете Ну и не будете Упарываться В борта Безусловно В корму Никого пускать Не стоит Потому что Борта и корма Это Как у большинства Танков Слабое место Вообще Честно говоря Играя на этой ВК С учетом Скорости Ее подвижности Очень тяжело Сдержать Свой Пыл И не поехать Первым На врагов Почему Потому что Подвижность Позволяет И ты прям Едешь Несешься Ты прям Хочешь попасть Туда первым Для того Чтобы начать Уже что-то делать Для победы Танчик позволяет Быстренько Куда-нибудь Подъехать Но танчик Не позволяет Самому Отыгрывать Поэтому Не стоит Этого делать Что касается Углов склонения Вот сейчас Я в Товарища Ягдтигра Смог Выехать Только вот таким Полубоком Как и в прошлом Бою Товарищ потерялся Я так понимаю Но Заглючила Братка Пока его Не отглючила Мне кажется Ребят Надо выносить Его в ангар Потому что Когда он Раздуплится Где он находится Он начнет Делать Что-то Ну а мне бы Это что-то Не хотелось Ну вот Смотрите Углы склонения Вот здесь Уже не играются Абсолютно Стоит немножечко Вот так вот Стать боком И Становится Чутка лучше Но согласитесь Все равно Далеко от идеала Попытаюсь Отсюда свалить Потому что Сейчас Буду Оставаться Здесь абсолютно Сам Мне бы этого Ну крайне Сильно Не хотелось Попробую Куда-то Перекинуться Встретить Как-то Вот так Врагов Ну вот Играется Довольно Неплохо Да В борт Конечно Сейчас Башни Пробили Но Согласитесь В борта Башни Шьются Практически Все танки Куда Сейчас Пробил Ну сейчас Пробил В Бочинку Не сильно Конечно Приятно Но от этого Никуда не спрячешься Бывают и такое Что пробивают Но ребят Мне честно говоря Эта машина Как-то понравилась Вот с самого Первого раза Когда я Начал ее катать Даже на Нетоповом двигателе Даже на Нетоповых Гуслях Даже с Нетоповым Орудием Этот танк Все равно Мне нравился Именно По этой причине Я оставил Его себе В ангаре Потому что Танчик Действительно Годный Как для Проходного Танка Он Крайне Приятный Время Перезарядки Как вы видите Классное Вопросов Нет Сейчас Единственное Что Часэ Довернул Башню Соответственно Для меня Он был Неприступен Сейчас Попробуем Этого Товарища Добрать Не успел Хотя Я бы Вынес Его в ангар Но Дело Так Рушечка Прилетела Это Конечно Очень Хорошо Что Она Приехала К нам Это Увеличивает Наши Шансы Затащить Все Таки Этот Бой По Очкам Не в Нашу Пользу К сожалению Ну и И, ребят, сейчас надежда только на нашего второго Тигра, который, если доберет товарища Т-28 Дефендера, это будет победа. И мы сможем заценить танчик по результатам этого боя именно с победой. Ну и посмотрим, кстати, сколько урона мы смогли нанести. И, ребят, обратите внимание, мы сделали три фрага за этот бой. Насколько это было сложно? Да вообще не было сложно, абсолютно. Я реально сделал это абсолютным кайфом, в абсолютно спокойном состоянии, не нервничая, не боясь ничего. Вот просто играл. Я не боялся, что меня прямо сейчас раздамажат и вынесут. Я не боялся, что я не нанесу какое-то там количество урона. И танк позволяет своим орудием добирать недобитков с довольно существенным остатком ХП. Мы получили знак классности первой степени. Мы получили серебром 18. Это проходной танчик, но, согласитесь, это приятно. И мы заняли первое место в команде по урону с результатом 3667 единиц и три фрага. Ребят, поверьте, это далеко не предел этой ВК-шки, но прям вот совсем не предел. И она действительно абсолютно нормально отыгрывается и действительно вы можете делать и лучше. И делать это с удовольствием, которое вы получаете исключительно от проходного танчика, а не от према или коллекционной машинки. Будете ли вы его качать? Конечно, под вопросом, будете ли вы идти к альфа-тапку. Вопрос в альфа-тапке, нужен ли он вам? А вот будете ли вы получать удовольствие от этого танка, если себе его выкачаете и будете на нем играть? Да, однозначно. Будет ли вам сложно открыть ветку и дойти до ВК-7201К? Если в разрезе исключительно танчика ВК-4502А, то нет, сложности перейти на 9 уровень не будет ровным счетом никаких. А еще, ребят, вот здесь сейчас появится ссылочка на мое видео, как выкачать 3 ветки одновременно. Запаситесь бумагой, ручкой, посмотрите видос и поверьте, вам станет гораздо легче выкачивать 3 ветки одновременно после того, что вы узнаете из моего видео. Спасибо вам большое за просмотр. Это был обзор на ВК-4502А. Возвращайтесь на канал. Справа в углу есть желтый шильдик. Подписывайтесь на канал, становитесь постоянным зрителем моего контента, а я буду стараться для вас. Всех благ, всего хорошего вам, мира и главное спокойствия.